Епископ Брянский Исевский Александр посетил Свенский мужской монастырь. По окончании торжественного богослужения архипастырь встретился с представителями светской власти. В ходе беседы обсуждались вопросы восстановления Успенской обители, а также дальнейшего сотрудничества церкви и государственных институтов власти Брянщины. В свою встречу с представителями светской власти епископ Брянский Александр начал с наиболее актуального вопроса необходимости восстановления национальных святынь, которые в советское время были пороганы. Вера наша отеческая, вера православная, она живет в народе. Если она живет в народе, то эти святыни, которые мы собираемся восстанавливать, они, конечно, будут востребованы. По словам владыки, сейчас в Брянской области, как, впрочем, по всей России, этот вопрос возрождения пороганных святынь трудно разрешим. Однако проблема поднимается не только на церковных, но и на областных собраниях. А значит, есть надежда на ее полное устранение. Понуждать и кого-то заставлять сюда ходить, мы этим делом не занимаемся. Каждый, наверное, придет в тот или иной промежуток времени, когда нужда у него будет. Но поучаствовать в этом благом деле, давайте мы все-таки поучаствуем. Потому что то, что было, могло быть назад, и то, что сейчас, вообще уже видно, что что-то, так сказать, делается. Таким образом, совместными усилиями планируют восстановить и древнюю Брянскую обитель, в которой прошла встреча. Свенский Успенский мужской монастырь – одна из самых древних и известных обителей России. Он был основан более 700 лет назад на том самом месте, где по преданию чудесно остановилась привезенная из Киево-Печерской лавра икона Богородицы, с тех пор известная как Свенская. Время, да и люди, не пощадили великую обитель, которая сейчас стоит практически в разрушенном состоянии. Ее восстановление началось несколько десятилетий назад. Сейчас перед нами стоит задача восстановления храма преподобного Антония Кадусия-Печерской, который, в общем-то, почти внешне готов. И, конечно, Успенский собор, о судьбе которого и о ходе работ которого очень живо интересуется Святейший Патриарх. Потому что в прошлом году на развалинах этого собора он совершал божественную литургию. И, наверное, вы все помните, кто присутствовал на этой литургии, он выразил пожелание в ближайшее время, в скором времени, увидеть этот собор во всем величии и красоте.